Радио Рахим здесь с Сибириным Раки Рузлан Проводников, в Санкт-Петербурге. Необычно поговорить с тобой без борьбы. Что ты делаешь здесь? Вместе с моим маленьким сыном семилетним поднялись на Голливудскую гору, куда бегали с Мэнни Пакео, с Кота. Сегодня сын вместе со мной поднялся на эту гору. Я очень горд. И решили сейчас просто прокатиться, заехать сюда, посмотреть, как это вообще со стороны все выглядит. Потому что постоянно как бы я на этих прес-конференциях только как главный гвоздь, поэтому... Да, он просто говорит, что он здесь для гостей, с его семьей. Он просто поднялся. Он просто поднялся. Вы знаете, сегодняшний день он говорит, что они ходили до конца Гриффит Парк, где он ходил там, где ходил там, с Кота и Пакео. И теперь он делает то же самое с его маленьким сыном, 7 лет. И он очень горд. И сейчас мы просто рядом. И он хочет видеть, как он выглядит, как он выглядит. Когда он был отсюда, он просто как фан. Он просто смотрит вокруг. В последнее время мы говорили, это было прямо после твоей борьбы. И вы сказали, что вы должны подумать о каких-то вещах. Вы должны пойти домой и узнать, куда вы хотите идти. Вы получили немного времени, вы выглядите в хорошем состоянии. Что вы думали? И вы получили какие-то решения? Вы получили какие-то решения? В последний раз разговаривали после боя. Неудачного как бы. И ты тогда сказал, что тебе нужно немного времени подумать, поехать домой, отдохнуть. Ты сейчас вроде бы в хорошем таком расположении духа. То есть подумал о чем-то, решил, что дальше будет. Вы знаете, что бы ни случилось, я всегда в хорошем настроении. То есть все, что происходит, это все мелочи. Самое главное, что семья здорова, я здоров. И это самое главное. Все остальное – это ерунда. Я нахожусь, правда, в очень хорошем настроении. То есть все, что сейчас не делаю, делаю в удовольствии. Провожу время с семьей, тренируюсь каждый день практически. Пока о боксе не думаю, правда. Ну и не говорю, что я завершаю или еще что-то. То есть просто пока отдыхаю. Пока сейчас есть много других дел, которыми я занимаюсь. Общественностью помогаю детям, людям, встречаюсь. Поэтому я думаю, что все-таки преждевременно говорить о том, что я завязал или еще что-то. Посмотрите на меня в прекрасной форме. Мотивации мне хватает. Так что кто знает, может быть осенью, скорее всего, если будет хороший бой, будут хорошие какие-то предложения, я выйду в ринг без проблем. Он говорит, что он еще не делает никакой решения. Он не говорит, что он отстанет или нет, или что-то. Он говорит, что что-то, что случилось в его жизни, он просто делает его сильнее. И он не думает о том, что сейчас. Он говорит, что может быть хорошая борьба в этом году, или может быть нет. Если есть какой-то название, который будет его достаточно motivать, то может быть что-то может случиться. Но сейчас он просто занимается от семьи и занимается политикой. Он говорит, что он не думает о боксовании. Но он не говорит, что он будет делать или нет. Он говорит, что он становится в shape, и что-то будет случаться. Он не знает сейчас. Ну, ты выходишь на отдых, прыгаешь на стены и так далее. Это не что-то, что люди обычно делают. По-моему, ты говоришь, что огонь, который ты говоришь, что это может быть вышло. Это все еще в тебя? Ты выйдешь в ночи и думаешь о боксинге? Есть огонь в твоем голове, чтобы еще подниматься? Он говорит, что это необычно, чем ты занимаешься на отпуске. Может, он снова просыпается? Может, ты просыпаешься с утра и думаешь о боксе или как-то так? Что тебя заставляет всем этим заниматься? Ну, просто еще раз говорю. То, что раньше я делал, это была моя часть работы. А то, что сейчас я делал, это просто в удовольствие. То есть, когда ты делаешь, потому что тебе это надо делать, это совсем разные вещи. И когда ты делаешь, это просто потому что тебе хочется это делать. То есть, ты получишь из этого удовольствие. Это совсем разные вещи. Поэтому мне просто, вот сейчас я говорю, я приехал сюда с семьей, я гуляю, тренируюсь, но я это делаю не потому что мне это надо, а потому что мне это хочется. Я заставляю своего сына, не заставляю, а пытаюсь прививить ему любовь к спорту. А как это прививать любовь к спорту? Только благодаря собственному примеру бежать вместе с ним, потому что по-другому нельзя, он может это лето сейчас профилонить и проотдыхать, и оно пропадет зря, либо он будет вместе со мной, я буду вместе с ним вставать в 6 утра и в своем собственном примере бежать вместе с ним. И благодаря этому он станет сильнее, поэтому только так, только никак, по-другому никак, и поэтому вот, да, благодаря этому как бы и я держу себя в форме, и потому что знаю, что если я буду лениться, то значит и он упустит огромный промежуток того, что как бы тоже вырастет ленивым, поэтому я вот благодаря ему, зная, что мне нельзя расслабляться для того, чтобы он не расслаблялся, надо его заставлять, Поэтому, ну и просто как бы я говорю, в удовольствие просто погулять, посмотреть, вот это вот, постречаться со своими фанатами, поулыбаться им, это лишний раз тоже, это не лишнее, поблагодарить тем самым своих фанатов, людей, которые за тебя переживают, болеют, но уже не как, скажем так, не как часть работы, а просто в удовольствие пообщаться с ними, так же и с вами встретиться, пообщаться, перекинуться пару слов, это здорово. Я говорю, что там есть большая, большая, большая разница между тем, когда это часть работы, поэтому ты должен уйти, уходить, уходить, делать все это, работать, и для него сейчас он просто нравится, он просто делает это для себя, не потому что он нужно, но потому что он хочет, понимаете, И просто надо, чтобы он чтобы было здорово, просто ходить вокруг, смотреть фанатов, не потому что он не подходит, но потому что он хочет, понимаете, Он просто очень понравится, он просто любит его, он просто отдает от часа, позволяет им быть хорошим примером, чтобы он был уходить, Ты должен показать это, должен показать это все время, потому что если его сын увидит, что он говорит, но не делает, то он пытается показать, показать это каждый день, и это сделает его в состоянии, чтобы сделать что-то хорошего для него, тоже. Я слышу свою любовь, когда ты говоришь эти слова, но что-то, что не требуется, это огонь и энергия, и это может быть правильным способом. Ты делаешь это, потому что ты хочешь, а не потому что ты должен. Ты возвращаешься к месту, где ты делаешь это, потому что ты должен, и это еще очень вкусно. Так что, когда ты посмотрел эти соревнования, как фан, ты слышишь, Терренц Крауфорд внутри, он выполняет его медиа-классажер. Ты здесь поддерживаешь Терренц Крауфорд? Как ты видишь этот соревнования Крауфорд и после соревнований? Как ты не нужен переводчик для чего, он чувствует как бы энергию в твоих словах, ему нравится как бы твой настрой и все это. То есть он очень позитивный. Но вообще в целом, то есть вот как фанат, так сказать, ну как бокса. То есть вообще, вот ты сейчас здесь находишься внутри Крауфорд, то есть никто не знает, что дальше может случиться. Но ты здесь вообще как в поддержку Кроуфорда, или ты против Кроуфорда? Как ты вообще видишь этот бой? Ни в коем случае не расценивать это как... То есть я сюда пришел просто как простой болельщик, дилетант. Ни в коем случае я не хочу этим появлением своим привить какой-то негатив. Нет, ни в коем случае. Просто мне интересно, почему я не могу прийти, посмотреть со стороны на всю эту тренировку, поздороваться с людьми, которые меня знают, просто пообщаться со старыми своими друзьями. То есть я ни к одному своему сопернику, ни к одному... Может быть даже мы никогда не встретимся, не будем с ним драться. Просто приятно поздороваться, увидеться, посмотреть тренировку. Как уважение, отдать дань. То есть он хороший, талантливый боксер. Может быть будет такой же звездой, как Мэнни Пакеао. Почему бы сейчас с ним просто не поздороваться, может быть даже не сфотографироваться. Я ничего в этом такого не вижу. Ни в коем случае, еще раз говорю, не воспринимайте это как негатив какой-то. Просто зашел, были рядом, заехали посмотреть, поприсутствовать, пообщаться. Так что... А то, что касается боя, я еще раз говорю, я был у Вити на медиа-конференции. Я заехал сейчас сюда. То есть все... Если у них что-то есть, они выяснят это сами в ринге. А все, что за рингом происходит, это все ерунда. Так что не стоит как бы... Поценивать это как... Тоже какую-то помощь для того, чтобы раскрутить этот бой. Да, последнее дело было... Я просто пытаюсь помочь им, чтобы проделать эту борьбу. Но дело в том, что... Он говорит, что я просто радуюсь. Как фан, я просто... Я просто... Я просто радуюсь, чтобы быть здесь, чтобы смотреть, как он выглядит. И я просто радуюсь. И я был в Викторе медиа-конференции, спаррингах и все. Конечно, он поддерживает Виктора, но... Но... Никакого негатива. Никакого негатива. Никакого негатива. Никакого негатива. Он просто говорит, что он очень талантливый борьб. Он один из лучших сейчас. И может быть... Он будет на многое пакетов. Однажды. Ты никогда не знаешь. Он говорит, что я не вижу ничего особенного. Если я хочу сделать с ним фотографии, И я хочу развернуться к нему. И сказать, что он будет хорошей. Хорошей в борьбе. Это просто... Я просто фан. Я просто... Я сам человек, как вы, ребята. Я просто хочу посмотреть, как он идет. Я интересен в этой борьбе. Он говорит, что я не имею никакого негатива. Никакого негатива. Никакого негатива. Никакого. 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 Но если Виктор и Терренса Уберутся, Они будут решены, что в этой борьбе. И это все. Какой совет ты дал Виктору, Как побить Терренса? Какой совет ты дал Виктору? Как побить Терренса? Или ты дал ему какой совет? Да, вы знаете, как бы... Я думаю, что я не тот, кто должен давать советы. Потому что Витя, наверное... Как боксер, но опытнее, меняющий. Он чемпион мира. Поэтому... Я не тот человек, который должен ему давать советы. Я думаю, что у него есть хорошая команда. Которые все, наверное, уже ему давно дали. И все. Еще и дадут в ринге. Поэтому... Ни к чему, наверное. Знаете, я не лезу. Ни свое дело. Я просто провожу время приятное. Общаюсь. Если нужна какая-то от меня помощь, я всегда помогаю. А больше, как бы... Если меня не спрашивают, я не лезу. Зачем? Я не такой человек, который вы спросите, как бы победить кого-то. Потому что Витя, как боксер, он на уровне высокого уровня, чем я. И он имеет хорошую команду. Он имеет хорошие тренировки. Он имеет хорошие тренировки. И все вокруг него, кто занимает это. Они имеют планирование. Они имеют стратегическое, как его победить. И это не то, что я думаю. Если кто-то спросил мне... Если Виктор спросил мне... Или что-то, может, я скажу. Но я не знаю, что это будет помогать. Потому что мы совершенно разные бойцы. И он знает Виктор довольно хорошо. Они спарили вместе с тем, что... И, наконец, я хочу спросить вам еще один бой. Ковалеев vs. Вард. Мы просто увидели Ковалеев в ринге. Как вы думаете о его перформансе? Как вы думаете о его шансах против Вард? Как вы думаете о Ковалееве и Уарде? Сейчас мы видели все Ковалеева. Бой у Уарда на подходе. В связи с этим, как бы... Ну, то есть, у них уже прописан бой. Как бы, если Уард успешно защит. Что... Как думаешь, что может быть? И какие вообще предсказания или еще что-то? Ну, предсказания тяжело сделать. Но я могу сказать, что я был лично на... Последнем бою с Сергеем в Екатеринбурге. Вместе с семьей приходили смотреть, болеть за Сергея. Как бы, очень хороший бой. Ну, в стиле Сергея. Он спокойно, не торопясь, разобрался. Но, хочу сказать, что Агрова очень удивил. И порадовал Челембо. Молодец, молодец. То есть, я не ожидал, правда, от Челембо такого боя. То есть, он меня порадовал. То есть, он, наверное, прыгнул выше своей головы в этом бою. Вот. Что касается Ковалев-Ворд. Ну, вот. Очень интригующий, очень интересный бой. Вот этот бой бы я взглянул с удовольствием. С удовольствием. Прогнозов никаких делать не буду. Так как это, ну, здесь вот тот бой, которого давно, наверное, все ждут. Просто, ну, у Сергея нет в его весе такой оппозиции, как вот 140-147, да. Наверное, жаль. Поэтому Сергей бьет всех, кто кого можно в этом весе сильнейших. Но вот этот бой, я, наверное, если по возможности, даже постараюсь присутствовать лично. Потому что это тот бой, который, наверное, заинтересует всех. И все его посмотрят. Я думаю, что он стал поиграть с Ковалев и Челемба, и Ковалев сделал все хорошо. Он сделал то, что он должен делать. Челемба удивлял Руслан довольно-таки. Он думал, что Ковалев будет остановить его. Но Челемба 32-15 у него было хорошо. Ковалев только сделал то, что он должен, чтобы сделать. И он сказал, что это очень интересный бой за Ворд, Because word is another beast And what's going to happen Nobody knows So he's saying he's excited to watch this fight And probably came here Visit this fight too Ruslan Provodnikov The Siberian Rocky We're so glad to get a chance to talk to you It looks like you're happy I'm happy that you're enjoying a vacation Out here in sunny California Keep up what you're doing man Hopefully we see you in the ring again one day soon Radio Rahim, Ruslan Provodnikov Thank you, bye